Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами продолжаем тему нормировки винограда с зелеными побегами. В принципе, эту нормировку можно считать окончательной, хотя, конечно, в течение всего сезона мы все равно так или иначе можем продолжать что-то делать, можем продолжать какие-то побеги убирать, но основная часть работ приходится приблизительно на это время. И сейчас мы с вами все посмотрим на примерах. Вот побеги уже достаточно большие, видны гроздочки и видны те побеги, которые у нас холостые, без плодоношения. Мы такие побеги убираем. Конечно, кто-то может считать нужным их оставлять. Пожалуйста, если есть место на шпалере, можно это делать. Если вы считаете, что вам эти побеги нужны, они хорошо развиваются, можно это делать. Мы удаляем. Единственное, два исключения, в которых такие побеги остаются. Первое, если куст жирующий, там надо оставлять максимально все, потому что ему надо куда-то девать свои силы. И второе, если куст молодой. Понятно, что там нам больше нужна зеленая масса. Смотрите, как бы мы ни делали предварительную проломку, у нас периодически появляются вот такие вот маленькие побеги. Побеги мы их, конечно же, убираем. Вот смотрите, молодой кустик, на нем очень хорошо будет видно. Побеги растут неравномерно. Да, вот этот растет гораздо больше, гораздо сильнее, чем, например, вот этот и вот тот крайний. При этом, посмотрите, второй рукав, просто чтобы было с чем сравнить. Вот. На переднем плане мы видим, какие побеги, да? А на заднем, на втором рукаве, они гораздо меньше. Разница, ну вот, почти в два раза. Вот я вам показала разницу и смотрим, что здесь внизу. Смотрите, у нас есть такой хороший большой побег, но он холостой. Я пару минут назад сказала, да, что холостые побеги мы убираем. Но в данном случае, то есть он мне нужен. Он хорошо растет, он очень удобно расположен. Напомню, куст молодой, то есть в следующем году из него будет плодовая стрелка, в дальнейшем рукав. Поэтому я его оставляю. Смотрим дальше. Вот здесь вот какой-то малыш. Ну вот этот малыш совсем никак. Мы его убираем. Вот видите, я приложу. Ну, может быть, плоховато видно. Ну, приблизительно раз-два, разница в три раза. Вот этот, он холостой. Да, он больше, например, чем вот этот. Но смотрите, у них же конкуренция за питание. То есть что я могу сейчас сделать? Я могу убрать более слабые с гроздями. Либо более сильным без гроздей. И в таком случае, может быть, вот этот тогда пойдет лучше в рост. То есть вот этот я убираю. Итого у меня остается нижний. И пока, ну, жалковато, да? Жалковато. Мы посмотрим, как они поведут себя после этой проломки. Буквально недельку подождем. И если они также будут отставать в росте, мы берем вот этот и вот тот. И оставим только один вот этот. Хороший. Ну, и плюс на этом рукавчике вот этот. Да, казалось бы, всего лишь два побега. Но, напомню, куст молодой. Вот он растет и развивается так. Наблюдаем и уже в зависимости от этого принимаем те или иные действия. Ну, смотрите, у соседнего кустика вообще все хорошо. Все побеги развиваются одинаково. Ну, плюс-минус, да? Все у них здесь хорошо. Поэтому этот кустик пока не трогаем. Обращайте еще внимание на одну вещь. Смотрите, верхушка побега, она закручена. Это говорит о том, что вот этим побегам всего хватает. И они хорошо растут и развиваются. Чем это связано? Особенность развития винограда, анатомического строения. Там немножко не одинаково все идет на одной, на второй стороне. И поэтому при сильном росте, активном, верхушки побегов загибаются. То есть на это мы тоже обращаем внимание. Если верхушки загнуты, значит все хорошо. Но бывает так, что верхушки начинают распрямляться. Им не хватает питания. И на это тоже обращайте внимание. Вот даже смотрите, те два побега, которые я выломала. Здесь видно, верхушка загибается. Но мы напомним, почему его выламывали. Он мешал другим. А вот здесь верхушка практически ровная. То есть понимаете разницу? Все, вот этот побег нам явно был не нужен. Вот смотрите, пример. Тоже молодой кустик. И видите верхушки. Во-первых, видна разница в росте. И значительная. Тем более я вам показывала перед этим, какие есть кустики. Насколько хорошо они растут. А здесь видите, явно отстает. А при этом вот эти два побега еще более-менее. Вот тот такой побольше. Да, там грозда красивая. И вот смотрите, вот эти два. Ну мало того, что они бесплодные. Мы по этой причине не могли их убрать. Но видите, верхушка. Вот что с ней она прямая. То есть они растут плохо. И мало того, они тормозят вот эти побеги. Поэтому не жалея, убираем. Вот так должен выглядеть хорошо растущий побег. Видите, тут и грозди красавицы, и верхушки загнутые. И тоже обратите внимание. Раз, два, три, четыре, пять побегов. Да, большие и красивые такие. Ну, сантиметров по 50. Дальше, смотрите. Раз, два, три маленьких и четвертый побольше. Разницу видите? То есть вот эти побеги, они растут плохо. Да, с одной стороны у них еще закрученные верхушки. Но разницу в росте мы видим, насколько они отстают. При этом видим, что там, да? Там и грозди, там вообще красота. То есть вот такие побеги мы убираем тоже. Они нам не нужны. Единственное, что если сорт, например, очень крупноплодный, то один из каких-то этих побегов здесь еще достаточно плотненько все на шпалерке. Можно было бы оставить, но тогда мы бы убрали с него грозди. Что все равно разница в росте ощущается очень сильно. А вот мои красавчики мукузани. Здесь, смотрите, развиваются они практически одинаково. Не, ну, конечно, есть немножко разница в росте. Мы же видим, что кустик молодой, кустики здесь их два. Например, вот этот побег, он же ниже расположен, чем вот этот. Да, ну, приблизительно все у них на одном уровне. Верхушечки хорошие закручены. Все-все здесь замечательно. И с этим кустом, конечно, можно вообще ничего не делать. При этом периодически вот там в самом низу появляются почечки. Смотрите, на соседнем покажу. Появляются почечки, и я их здесь обламываю. И здесь мы видим разницу в росте. Большой побег, два поменьше и опять большой. Опять разница, ну, пусть не в два, пусть в полтора раза. Но, тем не менее, разница очень заметна. И, конечно, такие побеги стоит удалить. Единственное, что если сорт у вас крупноплодный очень такой, то можно удалить грозди, а дальше тоже наблюдать. Потому что, когда побеги маленькие, они, можно сказать, являются паразитами. Они не приносят ничего в общий котел, а при этом тянут на себя энергию. Поэтому не жалейте. Еще нашла для вас один интересный пример. Это взрослый же куст, достаточно большой. Видим его побеги. Да, вот два маленьких. Дальше пошли побольше. И смотрите, у маленьких видно, в мерах побега практически распрямлен. По сравнению вот с соседом. Видите, как он загнут? То есть, вот здесь все, без сожаления, убираем. А вот, смотрите, это джукост, его другой рукав. А вот там, возле шпалеры, у нас маленький побег. И здесь побеги побольше. А крайний, смотрите, какой он прям жирует. Он слишком большой. По-хорошему, по-хорошему, мы бы что здесь сделали? Мы бы вот этого малыша убрали. Ну, смотрите, у него голова закручена. То есть, в принципе, он растет достаточно хорошо. То есть, здесь какие варианты? Можно немножечко еще подождать, потому что вот-вот все зацветет. Тогда, возможно, рост вот того побега несколько приостановится. Вариант два. Мы на этом побеге удаляем грозточки. Можно сначала одну. Там вообще три заложено. Я приближу, чтобы было видно. Вот, видите, раз, два, три. То есть, как минимум, вот эту верхнюю точно можно убрать. Можно убрать еще вот эти две нижних. Можно убрать одну, а вторую потом. Ну, здесь мы пока убрали одну грозточку. Посмотрим, напомню, да, верхушка закручена. То есть, в принципе, побег растет хорошо, но от своих собратьев отстает. Посмотрим еще через некоторое время. Если он будет сильно отставать, ну, берем еще одну грозточку. А может, и все уберем. Если он будет хорошо расти, он останется. Если он, конечно, будет совсем-совсем слабенький, значительно отставать, и мы будем понимать, что толку с него нет. Тогда мы его будем убирать. А так, напомню, здесь куст взрослый. Места на шпалере у нас здесь тоже хватает. Поэтому мы можем себе позволить несколько подождать. И следующим этапом нормировки у нас будет нормировка урожаем. Или нормировка гроздями. Мы, как правило, делаем это уже после того, как виноград отцветет. И когда мы точно видим, как все опылилось, и какая гроздь действительно лучше. Конечно, особенно, когда мы уже видим грозди, сделать это бывает сложновато. Думаешь, ну как, ну вот тут же гроздочку, ну я же оставлю. Ну, может, он вытянет. На самом деле, не жалейте. Потому что, ну, кусту тяжело. Куст закладывает больше, чем он может вынести. Ну, на всякий случай. И если мы ему поможем, то он нас потом благодарит. Потом мы будем иметь хорошие, сильные, крепкие побеги. Хороший, сильный, развитый куст. А так он будет все время давать такие маленькие, тоненькие побежики. Они могут вызревать, могут не вызревать. Ну, в общем, получится не очень хорошо. Поэтому не жалейте. Убирайте. Понятно, что страшно. Понятно, что не хочется, жалко. Все можно делать постепенно. Прошлись, проломали, пару дней понаблюдали. Видим, что все равно отстают, все равно что-то не то. Еще раз прошлись, проломали, немножко понаблюдали. Но только помним, то, о чем я вам говорила в первом видео по нормировке, что побег, который у нас на следующий год, побег, который расположен удобно для нас, в том месте, где он должен быть расположен, конечно, мы его оставляем. Ну, а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку еще. Будет ссылка на каталог наших сортов и награда и мои контакты. И до новых встреч!